...попытка оршей на все граждане, на владение недвижимостью, то есть на всех граждан. Представьте себе, у нас граждане стоят в очередях даже к существующим нотариусам. А что будет, если всю страну поставят в очередь к стабильности оценщиков? Всю страну. 30 миллионов объектов недвижимости. Как вы себе это представляете? А за отсутствие данного документа будут штурмовать, как за неуплату налогов. Очень серьезная, вплоть до уголовной ответственности. Вот такая вот веселая перспектива. Как вы выглядите коррупционное складывание, коррупционирующих, за новыми цими правилами? 80% по договору они будут отчислять, что-то сверху, будут продолжать торговать местами у корыта. Если схема будет развиваться, то цена места будет расти. Потом, поскольку договорчик у нас на 45 дней, лишних планктон, который они набрали, они будут отфильтровывать потихонечку. И где-то к концу февраля-началу марта, путем прекращения действия договоров лицензионных на программы обеспечения, они отфильтруют всех, кто надеялся по-быстрому срубить денег на этом деле, и оставят только свои филиалы. То есть фактически мы будем иметь по всей стране филиалы фирмы Аргумент и фирму Микки. Я отвечу на ваш вопрос. Я, Мелана, у вас, взаимодействие не между собой субъекты, а взаимодействие с людьми. То есть, чего от людей будут... Вы говорите о коррупционной составляющей, а она уже есть на сегодняшний день, потому что фонд имущества сделал все, чтобы не пропустить для них чужеродных на данный рынок. Давайте посмотрим интересную схему. Сдало экзамены сегодня более тысячи человек, оценщиков. По идее, это должно было быть более тысячи предприятий. Почему? Один человек на себя регистрировал одну фирму. Риг директоров сдало экзамены более тысячи, а мы их имеем сегодня только 300. 700 человек, ну, 600 человек получили отказы. Я рассказывала, каким образом они получили отказы. И самое важное в этом. Вы подумайте, фонд госимущества выбирает литературные произведения, как продукты интеллектуальной собственности, только у одного предприятия. Вы что думаете, не существует других объектами интеллектуальной собственности? Они же есть. А вы... Я, может быть, не поняла. Я не отвечаю на вашу вопрос. Я думала, что на Увасе, да. Я бы хотела бы, чтобы я дачи сразу делала, да? А ведь что... Я как бы... Яки формы... Яки формы отрыгаются оппоративные склады. Форма, да. Их не взаимодействуют. Все, отвечаю. Отвечаю на вопрос. Налоговым оценщикам сегодня запретили указывать счета больше 300 миллионов. Когда вы придете к налоговому оценщику, он нам скажет, мне запретили устанавливать цену выше 300 гривен. Но вот посмотрите, я же из 300 гривен должен 80% отдать дяде, плюс я должен что-то заплатить за офис, за электричество, за телефон, за интернет. И что-то кушать еще. Поэтому дайте мне, пожалуйста, еще 500 сверху. Вот так это будет выглядеть. Это будет оформлено либо как дополнительные услуги, либо просто как деньги сверху. Потому что невозможно, не может оценщик работать даром. Вы же понимаете, что 80% это всего же 100 практически. Там ничего не остается. Там остается только на сухарей. Поставят в очередь. Поставят в очередь. Или поднимут в стоимость. Потому что программа позволяет делать все, что угодно на самом деле. Все эти разговоры об объективной оценке, да, это разговоры в пользу бедных. Потому что оценщик на самом деле может выбрать, там программа предлагает им ряд аналогов, и он может выбрать из них. Такие, какие ему больше понравятся. Я с вашего дозвола зверну увагу на дармаштам, записываю в угоді, потому что эта угода является деятельностью протягом 15 лет. Если вы разрешите эту деятельностью, то получите штраф в 100 тысяч рублей. Мы с вами про субъекта. По поводу программы. Если можно, я дополню. Когда говорили о том, что есть рекомендации не писать в счёте больше 300 гривен, там же, в этих же письмах, рассылаемых новых оценщикам, было указано, что... А если у вас не получится внести информацию от заказчика в анкету программы, тогда вносите эту информацию в соответствующую анкету в формате Excel. Зачем эта программа? Неизвестно. Если то же самое можно сделать в Excel. Так вот, что касается того, как вы сказали, почему... Как клиент у себя вести. Да, как клиент у себя вести, это само собой. Вопрос к тому, будут ли брать больше или не будут. Вполне возможно, что просто-напросто скажут, программа не работает, приходите позже. Или кроме этих 300 гривен будут просто честно говорить, что 300 гривен это официально, а 1000 не официально. Не хотите, идите к другому. Вот и всё. А если я вам поставлю, что состояние дома неудовлетворительное, то вы мне доплатите ещё 500 гривен. Но вы сэкономите 2 или 3 тысячи. Понимаете? Человек, который... Можно, да? Человек, который им... Грубо говоря, оценщик... Может, вы назваете, чтобы разумеется, назовите ещё раз? Забнин Геннадий Венеца оценщик. Просто, чтобы вы понимали, сейчас все оценщики живут, грубо говоря, по законному государству. И несут ответственность за то, что они пишут. Каждый оценщик здесь присутствующий, имея небольшой стаж, в состоянии научить любого человека продать любое имущество на крещатике по этой программе. За одну рим. Выход на объект, идентификация объекта и осмотр объекта, они предусмотрены новым законодательством. Понимаете? Любой из новоиспечённых оценщиков оценивает кота в мешке. Я владею и понимаю, для чего мне это надо. И если я, грубо говоря, понимаю, что мне надо заботиться о нового, я всегда расскажу, что в доме у меня нету ничего, газ не обрезали, вода у меня бежит, стукатурки у меня дома нет и полов тоже нет. Я понимаю, что я несу за это ответственность, да, как заказчик. Это я понимаю по-новому законодательству. Просто человек этого не понимает. Он понимает одно. Но если ему сказали, что так можно с экономистом, так и сделать, вот он, компенсационная составляющая данная схема. На данный момент существует нормальная отработанная закона про оценку имущества системы. Без идентификации и осмотра объекта оценка невозможно. То есть мы оказаны сами выйти, просмотреть состояние, убедиться в качестве, сделать фиксацию и обязательно приложить её в свой отчёт. То есть даже через 10 лет вы откроете любой из наших отчёток и увидите там, мы там были, и вот оно было в таком состоянии. А сейчас что? Бабушка, принесите мне этот паспорт, подскажите мне, я его отправлю в Киев, а из Киева через три недели мне придёт, неизвестно что. Опять же, определение стоимости. Стоимость диктует рынок. Если в Киеве эти независимые, или как я говорю, новые оценщики, я не в состоянии определить. Есть рынок. Есть рынок, да, в продаже квартир, есть рынок в продаже, допустим, частных домов и рынок семейных участков. Давайте идем на 300 километров от Киева в Гухи и всё. Там, где дома продаются по 3-4 тысячи гривен. Это реальная цена. Они будут просто заколочены и заброшены, потому что никто не захочет лакить налога больше, чем стоит данный объект. Вот к этому мы придём. А мы придём однозначно, потому что там нет рынка. Те люди и оценщики, которые находятся на местах, они в любом случае владеют рынком. И владеют рынком намного лучше, чем институт оценки, созданный в прошлом году и посуществовавший на рынке один год. Понимаете? База оценки, рыночные сделки, они все хранятся у нас у всех, мы все знаем. Не институт оценки, а названный институт. Да, 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 названный институт оценки по существованию ровно один год. И у учредителей один человек. Понимаете? Вот вам коррупционная составляющая. Я хотел маленькую добавить ещё ремарку. Все субъекты оценочной деятельности по направлению 3 имеют уставный фунт, одну тысячу гривен, где взносом в уставный фунт есть стол письменный. Один субъект оценочной деятельности. Следующий берёшь. Четыре стола, четыре стула, дальше. Ещё какие-то документы, бумаги и тому подобное. Да, комфортный хочет есть, комфортный хочет есть. Понимаете, в чем дело? То есть вопрос, который поднимается, я ещё хотел бы акцентрировать внимание журналистов. Оценочное сообщество, всё, которое работает и работало на рынке, является гражданами нашей страны. Все оценщики хотят, чтобы наша страна развивалась и жила в рыночной экономике. Потому что специальность оценки – это специальность рыночная, однозначно. А как следствие, только рыночная экономика в данном случае понимает, да, имеет тенденцию падения, развития, но она движется. Рынок диктует на всё. Безусловно, все оценщики заинтересованы, чтобы капитализация страны или стоимость активов была отображена по реальной стоимости. Чтобы налоги поступали нормально, чтобы налоги поступали в правильной стоимости, налоги должны быть социальными и уплачиваться населением адекватно и восприимчиво. Для этого надо работать. То, что сейчас происходит, не проблема в оценщиках 9 тысяч, хотя и в ней тоже большая. Потому что 9 тысяч человек оценщиков, 7 по 3-4 человека умножаем, и далее 45 на 50 тысяч человек, если что, с рынка уходят смыслы, идут в никуда, на биржу труда. Вопрос другого варианта. Куда мы движемся с точки зрения идеологии развития страны? Первое. Какие коррупционные схемы у нас отреждаются и кем? Второе. Третье. Какой ущерб государству сейчас будет нанесен? Сложно посчитать огромнейшей. Четвертое. Полная социальная несправедливость и невозможность себя защитить в данном случае. И самый последний аспект, господа, информация о ваших, о вас, будет у частных фирм, где написано, что вы, вот он отчет, пример отчета, два листочка и анкета на три листа, что вы полностью все свои данные им передаете о себе. А у вас будет всю информацию, будут знать, как вам поступиться частные фирмы. Информация, входящая даже в общий реестр фондов, не защищена. И мы столкнемся с тем, что столкнуется Минюст. То есть, фактически, базу можно сломать и знать обо всех графах, где это видно. Продолжение следует. А может кто-то хочет дать какую-то новую оценку, а может кто-то опубликовать, то, пожалуйста, прошу вас, кто хочет. Продолжение следует. 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 Вот если брать, например, по имену, например, взяли Каипецкого и долдить журналистскими расследованиями, пускай даст интервью, расскажут, как будущий председателем общественной организации создался предприемство «Объедный громадян», частный институт. И каким способом, то есть начали они руководить этими процессами, не проводить хотя бы минимальный ликбез для общества, потому что одно дело вы здесь рассказали нам, а пока общество этого не поймет и журналисты не выступят как ретрансляторы вот этой беспокойности, то грош нам всем цена. Правильно абсолютно, вы прямо перехопили мои думки, я хотел сказать, что наш приклад свечит, что когда журналисты приходят до Верховной Ради и говорят, что нет, закону про наклад, так называемый, который, вы понимаете, как раз в журнале отбывались такие заходы, влада выступает. Когда с этого года журналисты приходят до Министерства внутренних справ и говорят, что достаточно убить нас и порушить справу за 181 статей, влада выступает и делается. Отже, и тому, напевно, я не говорю, что журналисты, но эта история, она относится каждого из нас. Я думаю, что все граждане, по идее, могут быть зацеплены в том, чтобы прийти, я не знаю, где, до кабинета министра Вазарова или до фонда Держмайна и выступить с протестами. Ну и на этом, с вашего удовольствия, еще есть желание выяснить из наших гостей, нет. Отже, на этом, если раптом выйдет вопрос, то я думаю, что наши гости, на участники заседания, они дадут задовольные ответы вам, к каждому конкретно, эксклюзивные какие-то вещи. А я оголошу черговое заседание Пресс-клуба независимой медиаправспилки и спилки журналистов Украины за участие и за поддержку спільновачения. Я завершен, дякую вам всім за увагу. И у нас традиционно происходит, мы фотографируемся вси разом на прощание. Я сейчас попрошу вас не расходьтесь, приедайте сюда, пожалуйста, я сейчас попрошу Оксана, она нас фотографирует. Ну и мы здесь в интернете, на фейсбуке выставим эти фотографии на память. Сейчас я покручу нашу...